Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok О чем говорит отсутствие аппетита у питомца? А также острые ответы, армейские игры и бойцовский характер. Ирина Курочкина попала в топ-3 мирового рейтинга. И снова разберут на цитаты. Президент продолжает серию интервью зарубежным СМИ. На этот раз во Дворце независимости побывал корреспондент японского телеканала CBS. Александр Лукашенко принял Канихира Шигенори в Зеленом зале, где в 2015-м состоялись переговоры Нормандской четверки и вырабатывались Минские соглашения. Больше всего журналист спрашивал о ситуации в Украине и международных отношениях. Если только Украина будет продолжать эскалацию в отношении Беларуси, то мы ответим. Что я имею в виду? Они в момент конфликта 23-24 числа планировали нанесение удара по территории Беларуси. Я об этом говорил с четырех точек. Мы это предотвратили. Они нарушают нашу государственную границу летательными аппаратами, вертолет и так далее. Более того, в последнюю неделю они осуществили пуск двух ракет, как минимум двух ракет Точка-У по территории Беларуси. К счастью, нам удалось их сбить. Поэтому, если они будут провоцировать нас постоянно, мы вынуждены будем отвечать. Интервью, учитывая охват аудитории телеканала ТБС, смогут увидеть более 125 миллионов человек в любой точке Японии. Утро среды превратилось в ночной кошмар для жителей дома на Крестьянской. Семья чудом спаслась. Разбудил звук пожарного извещателя. Всего 20 рублей и три спасенные жизни. С места ЧП Карина Гуревич. Валентина Максименкова все еще считает, что это кошмар, от которого она не может проснуться. Хозяйка никогда бы не подумала, что дом, в котором она прожила всю свою жизнь и выросли ее дети, буквально за час превратится в пепелище. Женщину чудом разбудил звук пожарного извещателя. Я вышла, все, а там уже все горит. Я не знаю, что сгорело. Вверх горело, все горело. То есть очень быстро все произошло? Очень быстро. Я сразу побежала домой и стала кричать мужу. Мы горим, дочка и муж сейчас спали. Мы с дочкой в окно прыгали, разбили рамы, прыгали в окно. То есть уже выхода не было? Да, не было, выхода, все. Спасателей пришлось вызывать соседям. Все средства связи в доме к тому моменту уже сгорели. На вопрос, что стало причиной ЧП, горожанка пожимает плечами. В неисправность оборудования не верит. Говорит, оно совсем новое. Ни окон, ни дверей. Все разбито, разломано, сожжено. Обваленная крыша чудом не свалилась на голову. Разбитое стекло на подоконнике, цвет стен и пола. Картина не для слабонервных. Уцелела лишь малая часть дома. Всего одна комната и кухня. Да и те пропитались запахом гари. Впрочем, бросать родные стены семья не собирается. Да и соседи пришли на помощь. Собрали вещи, постельные и бытовые принадлежности. Кто что смог. Для раннего обнаружения пожара мы рекомендуем устанавливать в жилых комнатах автономные пожарные извещатели. Они с помощью своего громкого сигнала смогут и разбудить, и оповестить. Маленький элемент декора стоимостью всего 20 рублей уберегает не только имущество. Со мной этого не произойдет, думают большинство. Однако статистика говорит совершенно обратное. С начала года в Могилевской области произошло уже свыше 150 возгораний. Пожарный извещатель мог бы спасти 26 жизней. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Передвижной музей, налоговая декларация и плавающая цена. Март отмечает всплеск обращений из-за изменения стоимости в интернет-магазинах после подтверждения заказа. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусскую и российскую молодежь объединит совместный проект «Поезд памяти». Состав проследует через Брест, Гродно, Витебск, Оршу, Гомель-Могилев и финиширует 3 июля в Минске. На территории России он сделает остановки в Смоленске, Москве, Великом Новгороде и Санкт-Петербурге. С каждым регионом сейчас детально прорабатывается маршрут движения. Март отмечает всплеск обращений по поводу изменения цены в интернет-магазинах после подтверждения заказа. В связи с этим ведомство призывает тщательно проверять продавца перед покупкой, чтобы не оказаться в спорной ситуации. Особое внимание стоит обратить на шоппинг в социальных сетях. Налоговая напоминает о своевременной подаче декларации о доходах в минувший год. Сроки истекают 31 марта. Документы нужно подать тем, кто получал деньги из-за границы. Дорогие подарки на сумму свыше 7,5 тысяч рублей продал в течение года грузовую или вторую легковую машину. Отчитаться можно в любой инспекции страны, в том числе дистанционно, через личный кабинет плательщика. В вооруженных силах Беларуси началась подготовка к армейским международным играм. На полигоне Гожский стартовали соревнования Западного оперативного командования на лучшие экипажи боевых машин, пехоты и танков. По итогам состязаний в воинских частях, соединениях и командованиях будут сформированы национальные команды, которые будут представлять страну на конкурсах «Армия-2022». Ирина Курочкина попала в топ-3 мирового борцовского рейтинга. В весовой категории до 57 килограммов белорусска уступает только американке Хелен Марулис и Эвелине Николовой из Болгарии. На прошедших Олимпийских играх в Токио Бобручанка завоевала серебряную медаль. В топ-10 также Ванесса Каладинская. Спортсменка занимает седьмую строчку. Доехать живым. Госавтоинспекция усилила контроль за общественным транспортом. С начала года только в Бобруйске водители маршруток проигнорировали ПДД свыше 40 раз. За нарушение правил перевозки пассажиров грозит штраф до 128 рублей. Однако здесь в первую очередь стоит вопрос безопасности. Человек, который едет стоя, при резком торможении может вылететь через лобовое стекло. Встречаются нарушения такие, как перевозка пассажиров свыше нормы, пользование мобильным телефоном во время движения, и предоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах. К слову, за 2021 в Бобруйске за неоднократное нарушение ПДД дела двух водителей были переданы в суд. В этом году тоже зарегистрирован подобный случай. Мал да удал. В Беларуси вместе с солнцем проснулись и клещи. В это время от паукообразных страдают не только люди, но и домашние питомцы. Порой дело доходит до переливания крови и длительной терапии. Решения предлагают разные – капли, спреи, шейники и таблетки. Как и где гулять безопасно, знает Ольга Васенда. Ещё неделю назад Рой выглядел абсолютно здоровым псом. Однако на днях хозяева забили тревогу. У щенка пропал аппетит и появилась вялость. Карельскую лайку привели в ветклинику. Здесь специалисты и обнаружили клеща. Кровопийца примастился возле уха. Живем на берегу Березины, кругом сошновый лес. Собака находится у вольера, рой находится в саду. И постоянно выгуливаем, заходим в лес. Сошново там, река, листья. Вот и всё. Сейчас такой период, обильность клещей. Весна не приходит одна. В это время прогулка с питомцем по парку может стоить ей жизни. Пироплазмоза и болиты фиксируют буквально с первых дней марта. Сезонным заболеванием могут болеть собаки разных пород и возрастов. В запущенных случаях и вовсе требуется переливание крови и длительная терапия. Зачастую страдают очень печень и почки. Поэтому назначается симптоматическое лечение для устранения самого заболевания и симптоматики. Буквально за вот этот вот месяц уже пациентов, наверное, 12 было точно. Сезон охоты клещи открывают при плюсовой температуре. Защитить четвероногого от напасти несложно. Производители предлагают массу различных репеллентов. Это капли, спреи, ошейники и таблетки. Плюс после каждой прогулки необходим тщательный осмотр. Безопаснее всего выгуливать питомца на специально отведенных местах. И здесь подцепить клеща вероятность гораздо ниже. Из-за открытого пространства и отсутствия высокой травы. За пределами площадки не забывайте про поводок и намордник. Паукообразные предпочитают смешанные леса. Нередко их жертвами становятся также любители пробежек на свежем воздухе и поклонники скандинавской ходьбы. Собираясь на природу, оденьтесь как следует. Необходимо минимизировать открытые участки тела. А придя домой, стряхнуть вещи и тщательно себя осмотреть. Чаще всего клещи детей кусают. Это ушная раковина, затылочная часть головы. Поэтому обязательно, родители, будьте более бдительны. Клещи переносят различные заболевания. Самые опасные из них – энцефалит и ламбореллез. Только последний в прошлом году. В Бобруйске зафиксирован 33 раза. Запущенный случай может привести к тяжелым и даже печальным последствиям. Поэтому лучше всего обратиться с заквалифицированной помощью. Ольга Васенда, Станислав Чечерин. Бобруйск, 360. От прошлого к будущему. В Бобруйске отметили 35-летие ветеранской организации. В зале театра драмы и комедии заслуженные жители города, которые не один десяток лет вкладывались в развитие родного края и всей страны. Для них цветы, награды и поздравления. Со сцены подводят итоги проделанной работы и строят планы на будущее. Сейчас самое важное наше дело – до конца года написать в каждом районе и в городе книгу трудовой славы, в которую должны войти все лучшие люди, составляющие честь и славу данного региона. То бишь, города Бобруйска, к примеру, это не только работники промышленности, стройки, это и работники культуры и искусства, заслуженные учителя, заслуженные врачи, олимпийские чемпионы. 22 марта в Могилеве пройдет итоговый пленум. К слову, в Бобруйске больше 70 тысяч человек состоит в объединении ветеранов. Во всей области порядка 230 тысяч. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok